Итак, дорогие мои зрители, мы отправляемся с вами в пешеходную прогулку по столице Азербайджана, городу Баку, городу Бакей. Как я вам уже рассказывал в вступлении, напомню, что здесь мы были 20 числа декабря 2017 года и праздновали здесь мой день рождения моей супруги Аллы Кошки. Я в этом городе был до этого раза 3-4, точно не вспомню, а Алла не было ни разу, поэтому для нее это был замечательный подарок. Ну и вообще любое путешествие это самый лучший подарок на свете. А путешествие с бутылкой шампанского и цветами в руках это просто предел мечтаний. Вот такой подземный переход под проспектом нефтяников. И таких переходов в городе Баку мы встретили много. Ну просто невероятно. Молодцы, молодцы. Большое количество здесь, конечно, шикарных гостиниц с мировым именем. Мы же поселились в маленьком-маленьком отеле в центре города и платили за это 3 раза в 4 раза меньше, чем платили бы, если бы были в этой большой гостинице. Выходим на Приморский бульвар города Баку. Баку. Это очень любимый бульвар всеми горожанами, всеми туристами. И я не исключение. Я очень люблю этот бульвар. И когда бываю в городе Баку, обязательно здесь гуляю. И полюбил уже и Алла-кошко этот бульвар. А как его не полюбить? Вы не представляете, 25 километров. Ну 25 километров мы не прошли, конечно. Но пешком мы прошли километров, я думаю, 12 мы точно прошли по этому бульвару. Вдали пламенные башни. О них я расскажу поподробнее, когда буду ближе к ним. И ночью. Может быть, даже сделаю небольшой фильм, отдельный фильм об этих ночных башнях. Они очень здорово горят. Напоминаю, что это декабрь. Довольно-таки холодно. Кто думает, что город Баку теплый город, да, соглашусь, город теплый, жаркий, особенно летом. Но зимой на берегу моря, кто был зимой в Санкт-Петербурге, тот меня поймет. Что, в общем-то, одеваться надо тепло. Это зябко, ветер, влажность. Улица 28 мая. Мы по этой улице ходили несколько раз. Вообще, центральная улица Баку мы прошли пешком, наверное, 3-4 раза. То есть пешком мы обошли весь город километров по 20-25 в день. Были мы там примерно 2,5 дня в Паку. То есть, в общем-то, выходные дни. Поэтому этот город я очень рекомендую всем россиянам посетить на выходные дни, на субботу, воскресенье, когда у вас будет возможность. Это памятник знаменитому, очень известному, на всем Востоке, поэту Ни Семи. Не путайтесь с Ни Семи. Это два разных, как говорится, человека, два разных поэта. Конечно, их связывают перси, их связывают стихи. Но они жили с разницей лет в 200, наверное. А вот сейчас мы идем по знаменитой пешеходной улице Ни Семи. Вечером здесь очень красиво. И мы вечером с вами здесь погуляем. Я разделил свой фильм на такие тематические части. Ну, две больших тематических части. Это вот сейчас мы смотрим с вами. Это прогулка по Баку днем. И потом будет прогулка по городу вечером-ночью. И будет, наверное, отдельная часть о центре Алиева, Гидара Алиева. Потому что, ну, надо выделить этот замечательный музей. Может быть, сделаю небольшой фильм о музее ковров. Вот так вот. И потом все эти фильмы я объединю вместе. И получится большой фильм о городе Баку. Поэтому, кто хочет посмотреть фильм целиком, то сразу смотрите, подождите, пока я сделаю фильм целиком. И смотрите его в сборе. Это будет большой фильм. Я думаю, не меньше 30-40 минут. Может и больше. Прошу прощения у тех, кто не любит мои селфи. Но несколько раз фильм обязательно оттроится. Хотя бы, чтобы вы понимали, кто там это говорит за кадром. Чей голос. Это мой голос. Ну, а лакошка, она всех веселит своим оптимизмом. Вот мой подарок ей на день рождения. Был хороший, яркий апельсин. Это знаменитая фонтанная площадь. Эта площадь считается самой старой городской площадью в городе Баку. И она до сих пор любима жителями города, любима туристами. Здесь, ну, такой эпицентр, центр, да. А вот и памятник Низамин, который жил в 12 веке и умер в начале 13 века. Точно, абсолютно точно, к сожалению, неизвестно ни дата рождения, ни дата смерти. Но так как внимательно изучается его произведение, его стихи, а он был хорошим математиком, Низамин, очень образованным человеком по тем временам. Улюбил астрологию. И изучая его стихи, посредством всевозможных астрологических символов вычислили примерные годы его жизни. А вот знаменитый Ичери-Шахер, старый город Баку. Это центр города. И мы идем гулять туда. Не уходите далеко, наша прогулка по Баку продолжается. Итак, мы продолжаем с вами прогулку по древнему Баку. Идем гулять по старому городу. Ичери-Шахер. По-азербайджански. Ну, я думаю, этот город, старый город, многим известен. Из любимого советского фильма. А это загадка. Напишите в комментариях, в каком любимом, я думаю, всеми советскими людьми, фильме хорошо показан старый город Баку. Я не буду отвечать, потому что мне интересно услышать ваши варианты. А мы с вами прибыли в музей. Музей-дворец Шерван-Шахов. В музее, в основном, все здания построены где-то в период с 13 по 15, начало 16 века. Сейчас здесь музей, где можно посмотреть вещи, быта, одежды, оружие. Ну, кто любит, я думаю, вам будет интересно. Я не очень большой любитель музеев, честно скажу. Но супруга моя, Алла Кошка, у нее напоминает день рождения. А в день рождения любое пожелание – закон. Поэтому, конечно, мы пошли, потому что ей было интересно посмотреть, а что там внутри. Комплекс музея большой. Здесь входит и сам дворец, где мы сейчас находимся, с экспозицией, такой интерактивной экспозицией, с описанием. На азербайджанском, на английском, на русском языке обязательно. Вход в музей стоит примерно 5 евро. Кстати, весь старый город, Чири-Шехер, стал первым объектом Азербайджана, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается такой, наверное, одной из жемчужин древней архитектуры Азербайджана. Вот так вот украшено все шариками. Напоминаю, что сейчас декабрь месяц, 21 декабря. Скоро Новый год. Вот такая ротонда, восьмигранная, красивая такая беседка. Здесь осуществлялись приемы. Вот такое красивое место. Здесь, на территории дворца, есть усыпальница, где похоронены родные и близкие Шаваншаша. Есть бани дворцовые. Я вот даже сюда, куда Алла полезла, я даже не стал залазить, потому что я понял, что я не пролазил. И по росту, и по плечам я просто не входил. Большой резервуар с водой, где была и питьевая вода, и вода для бытовых нужд. Вот Мазолей, это усыпальница, как раз где были похоронены члены семьи. Милая женщина, которая заведует всем этим заведением, узнав, что мы из Москвы, и с огромным удовольствием нам все это рассказывала, показывала. Большая просьба к вам, дорогие мои зрители, обязательно читайте те титры, которые я пишу внизу. Обязательно, потому что я их пишу для вас, и они самые правдивые, самые точные информации. Потому что, когда я монтирую фильм, я внимательно по карте города просматриваю весь маршрут, по которому мы шли. Внимательно нахожу всю информацию, подписываю, и название по-русски. В данной ситуации, в данном фильме название по-азербайджански. Если есть информация об архитекторе, или еще какая-то дополнительная информация, обязательно пишу. Год постройки, и так далее, и так далее. А вот здесь старое дерево, на котором растут орешки. Забыл, как они называются. Такие плоские. Нам часто возят их в Россию из Азербайджана, знаю, из Армении. А со Средней Азии еще, в Таджикистане, есть такие деревья. Я даже как-то их видел и собирал эти орешки. Сейчас вспомню, скажу, как они называются. А может быть, вы мне подскажете. Пусть это будет тоже вопросом. Подскажите, пожалуйста, что за орешки, что за старое дерево. А вот большой комплекс Баани. Вот экскурсовод пришел прямо с нами сюда, и здесь нам рассказывал, где как думался. А это вот ханский кот. Ну, понятно, что это право-право-право-право-право-право-право-право-право-право-право-внук тех самых ханских котов, которые охраняли хранилище Шерлан-Шаха от мышей. Все можно купить. Все-все. Монеты, медали. А старый ковер можно купить. Приезжайте. Продолжаем нашу прогулку по старому городу. Нагулялись, топтали ноги, устали, решили прикусить. Мы вообще не сторонники таких пафосных ресторанов. Да, и одеты были не очень. Поэтому зашли в такую маленькую деревянную забегаловку, которая называется «Магия тандыра». Посмотрели на сам тандыр, как он работает. Бабушка нам любезно рассказала, показала, дала крючок, сказала, сами хлеб вытаскивайте. Мы откусили хлебушка, он нам так понравился. И вообще в этом такой забегаловке так вкусно пахло хлебом, что, вот не поверите, мы зашли туда ради этого запаха хлеба. Подумали, возьмем хлеба, чая и все. Но там оказалась такая домашняя обстановка. И вот рядом сидит с нами, как такой работник, бухгалтер, похоже, да, оказался хозяин. Он представился, сел к нам, начал нам рассказывать про свое кафе. Оказалось, что у него не кафе, а целый ресторан. А когда мы оглянулись сзади на стенку и посмотрели на фотографии, обомлели. Честно говоря, я предположил, что это фотошоп. Он обиделся, сказал, ну какой фотошоп, это все реальные фотографии. У меня здесь был и Путин, и Алиев, и Зюганов, и этот самый, господи, наш главный дилда-поп-дива, как он называется-то, Киркоров. Ну, в общем, кафешка оказалась таким, в общем, интересным рестораном. Типа, можно сказать, барбариса, но не барбариса. Перемолв, это когда? Да, но есть не барбариса, а именно сума. Он вообще, в заказ мира, так и называется сума. Перемолвания. Я думал, знаете, вот в полк добавляют такие красные ягоды. Есть, есть тоже, есть совсем другое. Хозяин заведения постоянно подходил, спрашивал, все ли нам нравится, чтобы что-то нам еще дать попробовать. Вот такие маленькие-маленькие пельмешки. К сожалению, мы не записали название блюд, но я думаю, это абсолютно не важно. Если вы будете в Азербайджане, ну, заказывайте вообще все, заказывайте все, что душе угодно. Вот что нравится по запаху, что нравится по виду, заказывайте. Это безумно вкусно. А вот это вот, не поверите, это самое обычное блюдо холостого мужчины. Это яичница с помидорами. Ну, тут она была приготовлена просто потрясающе. Хозяин подошел и все подробно рассказал Али Кошке, как делать такую яичницу. Я уже не помню, но я думаю, Али Кошка запомнила. Я все жду, когда она повторит подобное. Пока не повторяла. Я очень люблю кавказскую кухню. Безумно вкусная грузинская кухня, азербайджанская кухня, армянская кухня. В общем, кухня на Кавказе – это что-то с чем-то. Обязательно, когда вы находитесь в путешествии по Кавказу, обязательно надо кушать. Надо чувствовать всеми своими органами чувств, ощущать все это дело. Не только запахи, не только красивые картинки, пейзажи. Обязательно надо кушать. Если в Италии мы обязательно любим и пиццу, да, это своеобразное блюдо. Но мы обязательно в Италии, например, покупаем пиццу. Всегда. Обязательно покупаем там спагетти и прочие макароны. Обязательно пьем домашнее вино. То же самое мы делали в Азербайджане. Мы пили виноградную водку, пили там чачу, там, да, в Грузии чачу пили и так далее. В Азербайджане угощают, любят угощать конечным спиртом. Ну, в общем, надо все органы чувства задействовать для того, чтобы полюбить то место, где вы путешествуете. Я вам честно скажу, что я человек очень влюбчивый, и куда бы я ни приезжал, первое, что я стараюсь сделать, я стараюсь полюбить. Полюбить этот город, это место. Дорогие россияне, мы вас ждем, приезжайте в покой. Мы вас наколем, напоим, ждем вас. Обязательно приезжайте, пожалуйста. Ну, как бы не полюбить таких людей, услышав мой русский язык, он подошел, вы откуда? Я говорю, из Москвы. Ой, я там рядом в армии служил, я так люблю Москву. Приезжайте в гости. Я говорю, ну, давай, говори в камеру, чтобы люди в гости приезжали. И он тут же сказал, давайте, приезжайте в гости. А потом взял меня за руку и начал тянуть меня. Вот тут рядом есть кафе, там работает мой друг. Давайте я вас угощу, напою, посидим, выпьем. Ну, замечательно. Даже вызывает какой-то, я не знаю, оторпи сначала. Но потом ты понимаешь, что ты находишься на Кавкаде. То же самое я слышал в Грузии. И там не только накормят, напоят, но еще и спать уложат. Я даже забыл уже, на чем остановился. Там вот хороший был люк, снабки СССР, я не мог пройти мимо, да. В общем, что, подводя итог про Баку, хотя еще рано подводить итог, но вот хотелось бы сказать, а вдруг забуду. Дорогие россияне, не бойтесь, езжайте в Азербайджан, езжайте в Баку. Потрясающий красивый город, шикарная атмосфера, запахи. Вы, те люди, которые были в Баку много-много лет назад, в советские времена, вот как я, например, вы не узнаете этот город. Мы продолжаем с вами прогулку по чудесному городу Баку, столице Азербайджана. Мы с вами подошли к Венеции. Самая настоящая Венеция, то есть мы снова в Италии. Местные жители звали Бакинской Венецией. Ну а сейчас официальное название Маленькая Венеция, или, как говорят азербайджанцы, Кичик-Венеция. Это система прогулочных водных каналов, находится на Бульваре, на Приморском бульваре, недалеко от моря. Впервые это было построено в 1960 году, а потом прошла реставрация, и где-то в 2012 году, в мае месяце, было открытие отреставрированной Малой Венеции. Добавили мосты, добавили рестораны, кафе. Сейчас это является таким замечательным местом отдыха для местных жителей, ну и туристов, конечно же. Отсюда открываются очень красивые виды. Мы два раза сюда приходили. Два раза приходили, чтобы прокатиться на гондоле, прокатиться на лодочке, но не получилось. Первый раз мы пришли, был очень сильный ветер, а второй раз было закрыто. Но напоминаю, что сейчас декабрь месяц, к сожалению, не сезон. Недалеко от маленькой Венеции, соседнее здание, музей азербайджанского ковра. Здесь произошел небольшой такой смешной эксцесс, с моей точки зрения. У меня на шее, как вы видите, висит постоянно видеокамера, фотоаппарат. Когда меня спросили, что это у вас, я сказал, ну вот это фотоаппарат, а это видеокамера. Они говорят, надо за фотоаппарат заплатить 10 монат. Ну надо, так надо, я человек законопослушный, заплатил. А видеокамера в прайсе у них не стоит. Вот просто нету пункта видеокамера. Стоит только фотоаппарат. Они говорят, ну раз в прайсе нету, я так обрадовался внутренне, думаю, значит бесплатно. Значит, видеокамеру надо сдать. Я говорю, почему сдать-то? Вот же фотоаппарат можно, а почему видеокамеру нельзя? Ну вот видите, в прайсе нет у нас видеокамеры. Я им, как честный человек, говорю, ну ведь фотоаппарат, посмотрите, он в два раза больше видеокамеры, и он также снимает видео. Ну вот, фотоаппарат берите, а видеокамеру нельзя. Вот, как говорится, Восток дело тонкое. Музей своеобразный, на любителя. Здесь можно посмотреть и ковры, всевозможные товары народного обихода, там посуда, чеканка, костюмы национальные. Замечательный, хороший музей, очень большой, просторный. Ну, на любителя. Вы сами решаете, надо вам это посмотреть или не надо. Ой, мне нужно было, мне нужно было. Как всегда музей, это заказ Аллы Кошка. Бакинский фуникулер поднимается на гору, на очень красивую площадку, там на горный парк, так называемый, замечательный вид. Мы там были на машине, туда приезжали, снимали оттуда панораму, чуть попозже я покажу. Не получилось у нас на фуникулере прокатиться. Мы подбежали, видим вагончик катится вниз, а дяденька, продающий билет, сказал, что в следующий раз он поедет наверх через 30 минут. А время у нас ограничено, мы же бегом, бегом, 20-30 километров пешком надо обойти. Поэтому вздохнули, побежали дальше. Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева. Итак, слушайте загадку имени Муслима Магомаева. А какого Муслима Магомаева? Как вы думаете? Ответы пишите внизу в комментариях. Очень красивый фонтан. Здесь вот в парке филармонии обалденные красоты фонтан. Вот эти лестницы мраморные. Здесь постоянно, мы раза три, наверное, может даже четыре, проходя мимо, обязательно подходили к этому фонтану, все ждали, когда он заработает, когда у него водичка побежит. Придем, а он стоит, придем, а он стоит. Ну, напоминаю, декабрь месяц, Новый год уже на носу. В конце концов мы застали его работающим, сейчас чуть-чуть позже покажу. Здесь постоянно проходят фотосессии, свадебные, лавстори. Больше всего, что нас поразило, это вот эти птички, присмотритесь. Это не голуби, это не воробьи, товарищи дорогие. Это попугаи африканские. Их тут куча, тут их множество. Огромные, зеленые, кричащие. Невероятно. Просто в ушах гвал стоит. Когда работал фонтан, они заглушают даже фонтан. И такое впечатление, что они жуткие алкоголики. У них похмелье непрерывное, потому что они постоянно прилетают и пьют, и пьют, пьют, и пьют, пьют, и пьют, пьют, и пьют. Ну, что ж такое-то. И вот мы днем, пробегая опять мимо фонтана, наконец увидели, как он заработал, заблукал, красивый, такой симпатичный. Что еще хотел я сказать про этот фонтан? Здесь просто приятно отдохнуть. А знаете почему? Потому что рядом государственная филармония. А если государственная филармония, то что? Хм, очень просто. Здесь постоянно звучит красивая, классическая музыка. Не какая-то там попса, там бам-бам-бам-бам, по ушам бьющая, а красивая, классическая. И настолько тут классно, что когда у нас ноги уставали, когда мы бегали по городу, пробегая здесь мимо, это просто самый центр города. Тут пересечение всех варшутов, и в том числе станции метро, откуда очень удобно куда-то отправиться в дальнейших путешествиях. Мы забегали сюда, садились на эту лавочку и слушали классическую музыку. Несколько раз сфотографировались, в том числе успели с работающим фонтаном сфотографироваться. Замечательно. Кстати, еще одна вам загадка. Как вы думаете, государственная филармония, что была взята за образец архитекторам? А построена она была, строилась она в 1910-1912 годах. Очень интересный вопрос. Когда я прочитал, просто опопел. А, кстати, знаете, что еще интересно? Вот этот сад, который сейчас называется сад филармонии, парк филармонии, он имел множество названий. Я вам только перечислю некоторые, которые я нашел. Он назывался губернаторский, ну а как еще? Михайловский, брат императора. Сад революции, ну а как без революции? Пионерский сад. Сад Олега Атаба Вахида. Парк филармонии, наконец. Вот такие дела. Продолжаем с вами гулять по Баку. И сейчас мы через старый город отправляемся к Девичьей башне. Гыс Галасы. Гыс Галасы, так говорят азербайджанцы. Гыс это девушка. Ну, Галасы по всей видимости башня. Высота 28 метров, диаметр примерно 16 метров. Возраст точно до сих пор ученые дерутся, сражаются. Определить точно не могут. Есть там одна надпись на этой башне, которая говорит о том, что в 12 веке построено. Но ученые считают, что эта надпись была сделана намного позже. Ну ладно, не будем мы вмешиваться. На то они ученые, пусть думают, пусть сражаются. Ну в общем, как минимум лет 800-900 этой башни есть. Раньше эта башня стояла на берегу моря. Она выполняла разные функции. В том числе, какое-то время была маяком. Ну а сейчас она просто символ города Баку. До моря, наверное, метров 300-400 примерно сейчас. Там какой-то дедушка мне возле башни встретился и начал мне такой старенький. Начал мне рассказывать, что он еще с этой башни не нырял и купался. Ну честно говоря, мне кажется, вряд ли он похож был на то, что ему там лет 300. Но вот, тем не менее, когда-то башню умывали воды. Оттуда замечательный вид. Мы там были уже два раза. Первый раз мы пришли, там что-то со светом было. Погас свет, и нас не пустили. Мы пошли гулять, и, по-моему, только на следующий день пришли, чтобы подняться наверх на смотровую площадку. Вот местные жители играют домино. Очень приветливо. А что, говорит, снимаешь? Что ждешь? Я говорю, ну сейчас, может, драться начнете? Они как захохочут. Да нет, говорит, у нас все мирно. Вот такие шикарные подземные переходы под улицами, под шоссе в Баку. Просто обалденные красоты. Очень красивые. Молодцы, молодцы. Ну что вам еще сказать про Баку? Ну, во-первых, я скажу, что этот фильм сейчас не заканчивает мой рассказ про Баку. Я только это сделал часть, может быть, ее выставлю, потому что очень многие из вас уже спрашивают, ну когда, когда будет мой рассказ про Баку? Вот. Поэтому я сейчас выставлю этот рассказ как часть номер один о прогулке днем по Баку. Следующая часть будет, сразу говорю, чтобы знали, следующая часть будет Баку вечерний, Баку ночной. Мы с вами посетим два потрясающе интересных ресторана. Одни из лучших Баку. Поэтому не уходите далеко. Вот на таком паровозике мы прокатились по набережной, причем вскочили в него, а потом подумали, елки-палки, а платить же надо. водители спрашивают, а сколько, мол, платить, он там цену на зал, какие-то копейки. Вообще транспорт в Баку очень недорогой. А мы по карману, по карману, а местной валюты нет. Что-то там нашли, ну, какую-то небольшую сумму. Он махнул рукой, а, ладно, все, мол, нормально, пойдет. Вообще транспорт стоит недорого. Если на наши деньги, на рубли, автобусы, метро, ну, то есть общественный транспорт стоит примерно 7 рублей. Ну, то есть где-то в 5 раз дешевле, чем в Москве. Вот судите сами. Ну, а в остальном цены в Баку, ну, примерно, как в Москве. Конечно же, дешевле кафе, рестораны. До Москвы сколько будет стоить? До Москвы? До Москвы, да. На 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов? Да, да. Можешь мне это? Люди, походим, очень доброжелательные. Ну, приведу вот такие примеры, которых было несколько. Это вот реальные примеры с нами. Мы идем по городу, да, и немножко заблудились. Ну, не то, что заблудились, так примерно представляем, да, куда идти. Ну, решаемся уточнить. А, кстати, загадка. Слушайте, еще одну загадку. Вот только что вы видели башню, что это за башня? Для чего она была построена? Жду ответ в комментариях. Так, итак, а, Формула-1. Вот даже, видите, не успеваю все рассказать. Формула-1. С 2016 года ежегодно в Баку проводится Формула-1. Причем, как в Монако, прямо в центре города. Вот. Про доброжелательность людей. Значит, идем, заблудились немножко, решаемся спросить, да, как лучше пройти, как прямее, чтобы не плутать, потому что ноги устают, возраст уже не молодой, и хочется иногда срезать расстояние. А у нас ни карт, ничего не было в руках. Ну, просто вот так, по наитию. Знаем, что где-то туда, на север, или там, где-то на восток, и идем по солнцу. мы подходим к людям и спрашиваем, скажите, пожалуйста, нам нужно, например, девичья башня, да, как пройти. А если молодой человек, молодой парень, девушка, не всегда не русский язык знает, а старое поколение все русский язык знают. И парень, например, молодой парень, начинает подбирать слова, которые он там знает, ну, как я английский, например, да, тут же подходят два-три человека в возрасте и говорят, что такое, я знаю русский язык, что вам подсказать? И вот несколько раз у нас такое было, несколько раз, то есть такая доброжелательность, и не просто подсказывать, не просто подсказывать, там, куда идти, а готовы взять за руку, отвезти, давайте я вас отведу, давайте я вас провожу, да вам не по пути, да ничего страшного, давайте я вас провожу, а по дороге еще говорят, а давайте вот зайдем, хотите в кафе, я вас угощу пока покушать и так далее. Вот такой город Баку, поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, езжайте, замечательный город Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова